Доброго времени суток дорогие друзья! Сегодня у нас в преддверии матча Зенит Крылья Советов. Это очередной тур РПЛ. РПЛочка продолжается, невзирая на различные препятствия. В некоторых командах находят коронавирус, но я надеюсь, что все-таки с этим все разберутся, все будут живы-здоровы и мы, ребят, спокойненько закончим этот сезон, как и все другие чемпионаты, которые сейчас идут. Вы, друзья, пишите свои прогнозы в комментариях, как вы считаете, с каким счетом закончится эта встреча, кто победит, кто забьет, ну а позже вечером мы с вами узнаем, каким же результат будет жизни. Составы на этот прогноз взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, кто-то сыграет, кто-то нет. Составы мы, друзья, с вами посмотрели, давайте приступать уже непосредственно к игре. С центра поля начинает Зенит, погнали! Крылья близки к зоне вылета, поэтому им нужны очки, чтобы не покинуть РПЛ в этом сезоне, и они сразу же идут в атаку, и вот такой вот первый неплохой удар. В прошлом туре Зенит крупно обграл ЦСКА, а Крылья, в свою очередь, уступили довольно крупно Ахмату, хотя в первом тайме ввели в счете. Я думаю, в этом матче многое будет зависеть от того, как будет складываться игра, как будут действовать Крылья. Если они замкнутся у своих ворот, то Зениту, я думаю, будет весьма сложно вскрыть оборону. Ну а если Крылья все же решат пойти в атаку, я думаю, у питерцев будут шансы подловить соперника на контр-выпаде. Первая желтая карточка в сегодняшнем прогнозе, Дуглас Сантос ее получает. Здесь он жестко встретил соперника, пыром дал ему в голеностоп, и у нас штрафной удар в исполнении гостей. Пошла подача. Небольшая неразбериха, но вроде бы зенитовцы справились. В нашем прогнозе Крылья активно идут вперед. Шестнадцатая минута. Мяч пока что на правом фланге, но до подачи дело не доходит. По штрафную здесь Иванович. Мяч мощно выпрыгивает, и тут же пошла контратака Зенита, но Артем Дзюба не смог зацепиться за мяч. Двадцать две минуты позади. Пока что, наверное, Крылья чуть активнее в нашем прогнозе. Сейчас Артем Дзюба делал скидку на Азмуна. Она до иранца не дошла, и пока Зенит играет без момента. С мячом Малком. Передача на Артема Дзюбу. Снова Малком. Он выходит один на один. Удар по воротам. И мяч в сетке. Тридцать четвертая минута. Зенит разыгрывает хорошую комбинацию. И Малком забивает гол и выводит Зенит вперед. Ну вот о чем я и говорил. Крылья, в принципе, имели какие-то моменты. В начале матча активно шли в атаку, а Зенит просто подловил соперника на ошибке. Провел свою контратаку и забил мяч. У нас близка концовка первого тайма. Крылья идут в атаку. Минуту одну добавил арбитр к окончанию первого тайма. Она уже почти истекла. Я думаю, сейчас у крыльев будет последний шанс в этом первом тайме что-то придумать. Пас под удар. Удар по воротам есть. И вот такой вот опасный момент под самый занавес первого тайма. Начинаются вторые 45 минут, пока Зенит впереди. Но крылья в начале и в концовке первого тайма имели неплохие моменты. Смотрим, что будет дальше. В наше 60-е минута Зенит снова в атаке. Это Малком. Можно уже подавать. Там и Дзюба, и Азмун руку поднимают вверх. Но пока что Малком играет на Бариуса. Рядом есть Аздоев. Тонкая передача Дзюбе. Караваев. И вот сейчас нужно подавать. Подача есть. Дзюба. Скидка на Азмуна. Удар по воротам. И 2-0. Сердар Азмун забивает на 64-й минуте. И увеличивает превосходство Зенита в нашем прогнозе. Хорошо. Разыгранная атака. Здесь Караваев здорово смог подать. Дзюба выиграл вверх. Азмун подработал и аккуратно поразил ближний угол. В нашем прогнозе остается примерно 15 минут. Крылья пытаются что-то придумать в атаке. Пошел заброс. Но здесь все съедают. Защитники Зенита. И новая контратака. Но на сей раз Азмуну не дали пройти вперед. Нас последние 5-ти минутка. Акрылья снова в атаке. Пытаются что-то придумать. Мяч сейчас на левом фланге. Но зенитовцы спокойненько все перекрывают. Не дают сопернику ни пробить. Не сделать какую-то обостряющую передачу. Аздоев и Бариус тут же накрывают. И в итоге атака Крыльев снова заканчивается ничем. Смотрим сколько добавляет главный арбитр. Добавляет он всего лишь одну минуту. И я думаю этого очень мало. Но нас ждет еще один опаснейший штрафной. Это шанс для Крыльев хотя бы заработать и реализовать гол престижа. Попович у мяча. Удар поворота. Мяч попадает в стенку. Дуглас Санто сыграет на вынос. И ребята все. Наш прогноз заканчивается победой. Зенита 2-0. Каким результат будет в жизни мы узнаем с вами совсем скоро. Вы пишите свои прогнозы. Поддерживайте видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok